ну поехали а квадрат плюс b квадрат равно c квадрат а b c ну можно рассчитать больше нуля смотрите если кто-то из них меньше нуля но понятно что заменив на минус b например b было меньше нуля но заменили на минус b ну то есть вообще как бы если мы ищем стороны треугольника то они больше нуля если мы решаем это уравнение в целых числах то ясно что можно просто плюс минусы здесь поставить и все решать уже в целых положительных но если есть хоть один ноль то тут тоже нечего решать поэтому как бы в целых числах решать это уравнение то же самое что из по степени сложности да то же самое что искать треугольники с целыми положительными сторонами прямоугольные вот но соответственно от b c больше нуля попарно взаимно просто вот и мы ищем в каких случаях такое может быть как это характеризовать какой-нибудь одной формулой может быть с какими-то параметрами так прежде всего давайте поанализируем чет нечет то есть делимость на 2 a b и c какие могут быть варианты если они попарно взаимно просты прежде всего заметим что раз они попарно взаимно просто то никакие два из них не могут делиться на 2 то есть не более одного числа a b c четно ну действительно как бы помните да если было два четных мы бы сразу выявили что и третье четное тогда они не взаимно простые можно сократить можно треугольник уменьшить вот значит соответственно а здесь может быть либо одно четное либо четных нет а может ли быть так что четных нет но нет не может потому что если нечетные хотя бы вот эти два то это уже четное так значит соответственно ровно одно нечетно четно ровно одно из этих чисел теперь я хочу я хочу привести противоречию вот такую конструкцию как выше утверждение вот так не бывает иными словами c обязательно нечетное то есть нечетным является c еще одно из этих двух а не может быть так что это нечетно это нечетно это четно вот и вот тут я как раз вспомню про то какие бывают квадраты при делении на 4 какие остатки дают так доказательство от противного противного такое противное такое выражение от противного я бы писал от противоположного но я не могу дань моде уже ничего не изменить уже все говорят от противного но и я буду так если а и б нечетные то как мы помним а квадрат принадлежит 1 плюс 4 z классу вспоминаем эти наши терминологии уже в терминах остатков да и б квадрат тоже принадлежит 1 плюс 4 z тогда c квадрат принадлежит 1 плюс 4 z плюс по минковскому 1 плюс 4 z ну а это 2 плюс 4 z противоречия помните да не бывает такого квадрат не может давать остаток 2 так как квадрат целого числа определение на 4 дает остатки плюс 1 или 0 все мы доказали очень важное тоже свойство очередная веха в описании всех пифагоровых троек это что c обязательно нечетно и так а квадрат плюс b квадрат равно c квадрат а b c больше 0 попарно взаимно просто и давайте я буду таким образом это чтобы не писать долго так следует следует что c нечетно ну и нечетно одно из этих двух но теперь понятно что мы на самом деле никак не можем а и б различить в каком-то смысле да то есть если вот такой у меня треугольник прямоугольный да то если его на попа поставлю или наоборот значит на попа как это сказать на бок такой тоже будет прямоугольный то есть от замена а на б здесь ничего не меняется и можно поэтому так как одно из них четно другое нечетно то можно вполне одну из них прямо объявить что вот именно это мы будем считать что четно тогда второе нечетно ну а другое решение получится заменой наоборот значит это называется без ограничения общности тоже очень важное такое в книгах будете смотреть без ограничения общности рассмотрения то есть мы ничего не потеряли предполагая это мы продолжаем двигаться к полновесному полноценному выводу всех пифагоров троих без ограничения общности считаем что а чётно б нечетно вот и теперь совершаем ключевой ход переносим б квадрат тудысь правую часть так ну а это мы умеем раскладывать на множители я не даром вам показывал картиночки да ну и школы помните и вообще любым способом можно просто раскрыть скобки увидеть чтобы c и bc сократится вот теперь смотрите c и b нечетны то есть принадлежат классу 1 плюс 2z тогда разность будет четной ну это и так очевидно что разность будет нечетной будет четной но в наших новых терминах это значит единички сократилось и это принадлежит классу 2z то есть четное число и это тоже четное значит они оба делятся на 2 а четное а квадрат делится на 4 и так делим все это на 4 а пополам раз отчетно то а пополам целое а пополам в квадрате равно c минус b на c плюс b делить на 4 а я хочу записать вот так не правда ли я имею полное право на это если я все это организую произведение числителя произведение знаменателей будет как раз деление на 4 вот и хочу вам заметить что это равенство целых целых числах то есть квадрат некоторого целого числа некоторого целого числа равен произведению двух целых чисел и что из того пока ничего но сейчас будет лемма и ну нам и и и и и Если лемма числа c минус b пополам и c плюс b пополам взаимно просты. Доказательства леммы. От противного. Опять от противного. От противоположного. Если они не взаимно просты, если нет, то существует общий простой делитель. То есть, если мы разложим их на множители, то мы получим, что один из простых, которые в разложении участвуют, совпадают здесь и здесь. Раз они, по предположению, от противного не взаимно просты. Итак, имеем c плюс b пополам делится на p. c минус b пополам тоже делится на p. Тогда по одной из лемм проделимость сумма тоже... Ну вот, сумма и разность, да? Помните, специальный был такой случай, что если два целых числа делится на одно и то же, то сумма и разность этих чисел тоже делится на p. А теперь, пожалуйста, в уме посчитайте и сумму, и разность. А я написал ответ. Сумма этих чисел равна просто c, потому что b сократились и пополам их в сумме дали. А если я минус поставлю, наоборот, c здесь сохранятся, b плюс b будет минус на минус даст плюс и будет что b. Вот! Ну а это противоречие, да? Это противоречие предположению взаимной простоты. Речит по парной взаимной простоте чисел a, b, c. Которые, в частности, означают, что у b и c нет общих простых делителей. Никаких делителей, в том числе и простых. Ну вот! Итак, мы доказали, что у нас вот это вот с вами равенство возникло. квадрат числа а пополам равен c плюс b пополам на c минус b пополам. Причем все три числа положительные. Значит, числа а пополам, c плюс b пополам, c минус b пополам. Больше нуля целые и последние два взаимно простые. Вот! Итак, я сейчас анонсирую результат, который мы в следующий раз докажем. из которого, в общем, все и будет следовать. Анонс. В этом случае оба числа справа в равенстве являются квадратами. c плюс b пополам, c минус b пополам являются квадратами целых чисел. Вот! То есть, существует два каких-то целых числа m и n. Такие, что m квадрат это вот это, число n квадрат это вот это. Вот! И это, собственно, последнее сложное утверждение. Но он не безумно сложное, просто нужно его аккуратно разобрать. Вот! И после этого мы мгновенно выведем общую формулу для пифагоровых троек.